В руках поблескивает золото чемпионата мира. На устах улыбка. Житель города Одинцова, олимпийский чемпион Никита Крюков, стал трехкратным чемпионом мира в спринте. И это не просто победа, это триумф. Радостью и впечатлениями от сложнейшей и непредсказуемой гонки спортсмен спешил поделиться с Одинцовцами, ведь именно здесь, на Лазутинке, знаменитый лыжник провел немало тренировочного времени. Летом это роллеры, зимой лыжи, причем катаюсь и по легкому кругу. По этому и по тяжелому, который в лесу делал, делал и работу много здесь. Зимой, как многие знают, у меня были проблемы со спиной, поэтому я пропускал соревнования в Давосе в декабре месяце и как раз уже непосредственно готовился здесь в Одинцово. Так что Одинцово тоже внесло свой вклад в эту победу. Командный спринт в Финляндии на чемпионате мира походил на русскую рулетку. На протяжении всей гонки лидировали норвежцы и вот она, нелепая случайность или проведение. Как позже в интервью признался Крюков, перед выходом на старт он помолился. На предпоследнем вираже норвежец Эмиль Иверсен и Финн Йова Нисканин сталкиваются, путаются палками и Сергей Устюгов вырывается вперед. Теперь идет борьба с итальянцем Федерико Пеллегрино, но на финишной прямой россиянин упорно и решительно вырывает победу. Никита Крюков и Сергей Устюгов – чемпионы мира в командном спринте. Наша большая Россия, матушка, смотрела, все молились и болели за нас, поэтому всем огромное спасибо. Мы всем вам дарим эту победу, вот эти эмоции, которые получили после финиша. Знаете, у меня родной дядя вчера разговаривал, у него давление до 200 поскочило, мама выпила две таблетки валидола, то есть, ну, это было что-то. Поздравить Одинцовца с третьим в его спортивной карьере золотом чемпионата мира в спортивный парк отдыха пришли юные лыжники, школьники, ветераны спорта и просто любители. Блиц-интервью походило на встречу друзей. Никита открыто отвечал на все вопросы и о выборе лыж, о спусках, подъемах, о семье, детстве и своих учителях. Поздравить спортсмена прибыл и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Много было всяких кривотолков, кто-то говорил про происки ФСБ, кто-то говорил, что это удача, фортуны и так далее, и так далее. Я как человек спортивный хочу сказать, что везет и удача сопутствует тем, кто готовится. В спорте не бывает случайностей. Для своих поклонников Никита Крюков подготовил сюрприз. Плакаты и открытки с автографами, желающих получить подарок из рук именитого спортсмена, оказалось так много, что плакаты достались самым проворным. Для настоящего спортсмена мне кажется, что он прям идеал. В семь лет начал заниматься, до сих пор занимается, постоянно практикуется, ездит на разные чемпионаты. И мне поразило, что он все-таки здесь у нас занимается, на нашей трассе. Лично мой папа фанатеет по этому человеку, я как бы специально для него прорвался, взял, там была такая толкучка. Победы на чемпионате не повод расслабляться. Уже в марте Никита выйдет на индивидуальный спринт на этапе Кубка Мира. После этого у нас еще в конце марта чемпионат России и, ну, можно считать, уже будет сезон закрыт. Как думаете, головокружения от успехов не будет? Я, знаете, я думаю, если бы оно у меня было, оно бы у меня наступило еще в 2010 году. Я звезд с небес не хватал и звездной болезни не болел. Мне кажется, просто, ну, разные люди по-разному это все воспринимают. Я к этому спокойно отношусь. Медаль есть, я даже сейчас не знаю, где она уже. Может быть, ее дети вместе с плакатами унесли. Главное, что это история. В тот день, момент я смог подарить людям вот эти эмоции и то, что смог сделать. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.